За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 147 происшествий, из них 12 преступлений, 8 из которых раскрыто. По четырем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 53 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. ДТП с причинением вреда здоровью не допущено. В целях выявления водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, с 23 февраля по 26 на территории города Наринмара и поселка Искателей проводилось специальное мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого выявлено 72 административных правонарушения, в том числе выявлено 8 водителей по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Полицейские обеспечили охрану правопорядка в период празднования народного гуляния Масленица. 26 февраля текущего года в поселке Искатели и на площади Марацей города Наринмара прошли праздничные мероприятия, концерты и гуляния, посвященные Широкой Масленице. Сотрудники полиции совместно с дружинниками Добровольно-народной дружины и сотрудниками отдела Росгвардии по Ненинскому автономному округу обеспечивали общественный порядок и безопасность граждан. Кроме того, экипажи ДПС осуществляли дополнительное регулирование дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий. Праздничные мероприятия прошли без нарушений общественного порядка и иных чрезвычайных происшествий. В Наринмаре возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, который под видом оказания медицинской помощи назначал лечение БАДами, ничем не подтвержденных заболеваний. Дежурную часть управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу обратили жители округа с заявлениями о том, что в Наринмаре неизвестный мужчина оказывает медицинскую помощь на дому. В ходе приема пациентов с помощью специальных приборов берет образцы крови, проводит исследования и назначает некое лечение. Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий гражданин был задержан в аэропорту города Наринмара. У гражданина изъят микроскоп, ноутбук, прибор для взятия крови и денежные средства в размере 150 тысяч рублей. Также сотрудниками полиции установлено, что мужчина 69 года рождения, житель Костромской области, приехал на территорию Ненинского округа с целью заработать денежные средства. Снял квартиру в Наринмаре и, не имея соответствующей медицинской лицензии, оказывал медицинскую помощь гражданам путем взятия анализа крови специальным прибором с помощью микроскопа. Проводил исследования и в результате назначал лечение БАДами, за что получал денежные вознаграждения. Следователем Следственного отдела Управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Уважаемые граждане, если вы пострадали от действий данного гражданина, просим незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефону 8-818-53-421-26. Сотрудниками полиции задержан гражданин, обвиняемый в совершении преступления и находившийся в розыске. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска, Управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу, задержан гражданин 94-го года рождения, находившийся в розыске, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом А.Б.2 ст. 158 УК РФ, кража совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение. В настоящее время в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно постановлению Наринмарского городского суда, он водворен в изолятор временного содержания Управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу. Руководство, сотрудники и ветераны Управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества. 23 февраля 2017 года руководство, сотрудники и ветераны Управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня защитника Отечества. Начальник управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу, полковник полиции Олег Яковлев с заместителями и ветеранами Совета ветеранов возложили цветы к памятникам участникам Олено-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны 41-45 годов, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов и к памятнику обелиска Победы в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии награждения заместитель губернатора Ненинского автономного округа Виктор Ильин вручил заместителю начальника управления полковнику полиции Александру Огрызко благодарственное письмо губернатора Ненинского автономного округа за образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Кроме того, сотрудники управления приняли участие в торжественном построении на площади Марацей совместно с военнослужащими воинской части и сотрудниками главного управления МЧС России по Ненинскому автономному округу. В целях осуществления охраны правопорядка полицейские совместно с дружинниками добровольно-народной дружины и сотрудниками отдела Росгвардии по Ненинскому автономному округу обеспечили общественный порядок и безопасность граждан. Нарушений не допущено. Также для жителей округа на площади состоялась выставка специальной техники и традиционная полевая кухня. Очередной житель Наринмара стал жертвой телефонных мошенников. 25 февраля текущего года в дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве обратился житель города Наринмара. Со слов потерпевшего, сотрудниками полиции установлено, что он на сайте avito.ru разместил объявление о продаже гаража и для связи указал свой мобильный телефон. Через некоторое время ему на мобильный телефон позвонила женщина и сказала, что купит его гараж и готова внести предоплату в размере 100 тысяч рублей, что сможет перевести ему денежные средства на банковскую карту только при помощи банкомата. Когда мужчина пришел к банкомату, он снова позвонил якобы покупательнице. И та пошагово объяснила мужчине, что нажимать на банкомате для перевода на его карту денежных средств. В это же время на телефон продавца пришло смс-сообщение с паролем, которое он также продиктовал женщине. После того, когда все операции с банковской картой были выполнены, мошенница сказала, что денежные средства на банковскую карту мужчины поступят в ближайшее время. Однако через несколько минут на его мобильный телефон пришло сообщение не о зачислении денег, а о списании с его банковской карты денежных средств в сумме 99 тысяч рублей. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Информация о готовности справки о наличии и отсутствии судимости в электронном виде в более короткий срок. С 1 марта текущего года при обращении в информационный центр управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу с целью получения справки о наличии отсутствии судимости, граждане имеют возможность получить готовую справку за более короткий срок вместо заявленных 30 дней от 1 до 7 дней. При подаче заявления в электронном виде через единый портал госуслуги.ру справки по телефону 8 818 53 457 02. Отдел по вопросам миграции самостоятельно предоставляет государственные услуги в электронном виде через единый портал госуслуг по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, загранпаспорт сроком действия на 5 лет и 10 лет, миграционный учет в Российской Федерации, предоставление адресно-справочной информации и оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. Зарегистрировавшись один раз, гражданин имеет возможность без потери времени и ожидание в очереди получить необходимые услуги по вопросам миграции, ГИБДД, здравоохранения, ЖКУ, налоговый отдел ЗАГС и другие. К сведению, пользователи единого портала госуслуг с 1 января текущего года могут оплачивать федеральные услуги в электронном виде со скидкой 30% от суммы госпошлины, уплачиваемой за получение государственных услуг. Например, за оформление загранпаспорта нового поколения до 14-летнего возраста не 1500, а 1050 рублей. За оформление загранпаспорта нового поколения свыше 14-летнего возраста не 3500, а 2450 рублей. За оформление загранпаспорта с 5-летним сроком гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, не 1700 рублей. За оформление загранпаспорта с 5-летним сроком гражданам свыше 14-летнего возраста не 2000, а 1400 рублей. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя.